Друзья, всем привет! Поговорим в этом видео о восприятии президента Украины Владимира Зеленского населением и избирателями. На своем канале основном Шапошников Ньюс я провел несколько экспериментов с видеороликами, чтобы посмотреть на реакцию зрителей и обратил на определенную тенденцию. Если я записываю видео, где обвиняюсь Зеленского в сговоре с Коломойским, в сговоре с Аваковым, в сговоре с Хамчаком, говорю о том, что Зеленский виноват в тех или иных вещах, что он действительно не такой честный и открытый, как он пытается себя подать, что он действительно все понимает, но он играет в игру, обманывает своих избирателей, то это видео набирает сразу же огромное количество негатива, люди начинают залиться, начинают обзывать меня, писать гадости, то есть дизлайкать, говорят, что ты там продался Порошенко, говорят, что ты негодяй, ничтожество, тебе нужно закопать. Если же я говорю все то же самое, что я хочу рассказать в видеоролике, но выстраиваю Зеленского как жертву, что Зеленского окружают, что он чистый, кристально чистый человек, просто его Аваков ему угрожает, потому Зеленский не трогает Авакова, что Зеленский просто боится всего, он заложник обстоятельств, что он бедненький, несчастный, то это видео набирает максимальное количество просмотров, куча лайков, одобрительных комментариев, в мой адрес звучат одни комплименты, то есть в принципе я говорю все то же самое, только с одной стороны я говорю больше правды, то что Зеленский связан с Аваковым, с Коломойскими, а в другой стороне я такую комбинацию придумываю, что Зеленский в образе жертвы, что знаете, несчастный такой политик, и вот тогда это видео начинает хорошо продвигаться на Ютубе, оно нравится зрителям. Из чего я делаю вывод, что в принципе людям правда, вот настоящая правда не нужна, им нужно создать какую-то сказку, какой-то миф, какой-то образ, и тогда людям нравится это смотреть, потому в принципе если вот есть запрос на сказки на Ютубе, то я готов эти сказки вам снимать хоть каждый день, я могу снимать невероятные видео о том, как бедный, несчастный Зеленский и какие злодеи его окружают, хоть по три ролика в день, и в принципе это будет нормально, будет куча просмотров, одобрения, потому что люди так хотят, люди имеют запрос на такой контент, и это наверное связано с какими-то такими историческими вещами, когда знаете, вот есть царь хороший, бояре плохие, да, то есть царь хороший, бояре плохие, вот люди знаете, вот наверное с древних веков, это вот через кровь, через ДНК, наверное, как-то впитали это, и наверное вот даже в 2019 году это актуально. На самом деле я воспринимаю очень спокойно политиков, у меня нет никакой зомбации, да, в плане, потому что я за политикой слежу очень давно, я помню, какие были крики в адрес Ющенко, как Ющенко встречали в Украине на Майдане, потом какое было разочарование, я помню, как относились к Януковичу, что тоже победит Оранжевых, да, там наведет порядок, в итоге, знаете, чем это закончилось. Я помню, как Порошенко встречали, как рассказывали, и чем это закончилось для Порошенко. Я, в принципе, все это вижу сейчас в адрес Зеленского. То есть, как это работает? Работает пропаганда с помощью телевидения, с помощью даже уже Ютуба, накручивают образы популярности, политику, люди начинают бесноваться, люди начинают просто сходить с ума, они начинают просто входить в транс, и для них это политик просто, не знаю, ну круче Бога становится. И когда, естественно, ты начинаешь более трезво оценивать события, то начинают на тебя шипеть, начинают на тебя нападать. И людям нужно верить в чудо, да, просто в чудо. И если ты это чудо им даешь, то они это как бы хавают. Просто хавают и причмокивают, и говорят, давай еще нам это чудо. Вот, ну, в принципе, как блогер я могу вам снимать это чудо без проблем, потому что я знаю, как манипулировать людьми, как склонять или в ту или иную сторону, да, то есть как подавать информацию. В принципе, я могу снимать любой контент. Я могу, в принципе, вот так вот по щелчку стать парохоботом. Я прекрасно знаю, как работают парохоботы, на что они бьют. Я могу снимать чисто парохоботский контент. Я могу вам снимать по щелчку стать ватником. Я могу чисто работать под ватников. Я буду думать в душе совершенно иначе, Но видео я буду снимать настолько правдоподобные, настолько убедительные, что вы просто будете в шоке, будете говорить, блин, да, Ростислав Шапошников это самый крутой парохобот, или Ростислав Шапошников это самый крутой ватник на планете. Я вам могу любые видео снимать, мне вообще все равно, понимаете, в чем суть. Я сказки могу сочинять вам любые, и пропаганду могу вам делать любую, какую вы захотите, понимаете, в чем суть. То же самое могу стать самым крутым фанатом Зеленского, и найти вам тысячу аргументов, почему Зеленский это лучший президент на планете, и почему все остальные ничтожества, да. Это манипуляции, есть определенные манипуляции, они, знаете, вот прописаны как в тетрадке, да, вот ты берешь там инструкцию, раз, два, три, четыре, пять, да, это негласно, они не прописаны, но они есть. Если ты обладаешь определенными знаниями, как правильно манипулировать людьми, то ты можешь снимать абсолютно любой контент под любого зрителя. И это совершенно не означает, что ты, снимая такое видео, думаешь об этом в душе. То есть, думайте, я вот все видео, которые я снимаю, ну, конечно, дело, что в некоторых видео я занимаюсь откровенными манипуляциями, это очевидно. Но, понимаете, я же экспериментирую, я смотрю, как люди реагируют. Не просто интересно, а потом показывать вам, да, в других видеороликах, уже более для трезвомыслящих, как оно есть на самом деле. Просто показывать реакцию здесь и реакцию там. Вот, потому, конечно же, в идеале я хотел бы, чтобы у людей был запрос на правду, чтобы у людей был запрос на достоверную информацию, на объективный обзор. Вот этого в Украине, к сожалению, нет. Люди хотят слушать либо хвалебные оды про Порошенко, либо хвалебные оды там в сторону Ватников, либо хвалебные оды в сторону Зеленского. Как только ты начинаешь снимать какой-либо контент против этих всех троих товарищей, да, ты, естественно, аудитория, которая является, наверное, 95% это фанаты, либо Ватники, либо Зеленский, либо Порохоботы, они начинают на тебя обозляться. И ты становишься изгоем. Такая вот правда, да, потому вот у меня сейчас есть несколько идей про Зеленского снять видео, но я уже понимаю, что как только я выложу видео про Зеленского, то опять начнут верещать, что вот, ты негодяй, ты продался и тому подобное. Вообще, как бы, для чего в России это делалось на выборах президента, я помню, как вот блогеры, которые против Путина, они выкладывали ролики на выборах против Путина, я помню, что им накручивали там по 50, по 100 тысяч дизлайков, забрасывали комментариями, то есть работало, это было поставлено просто на фантастический поток. В Украине такого подавно нет, в России это просто была сделана, не знаю, это армия, просто создавалась ботов, да, чтобы накручивать по 50, по 100 тысяч дизлайков на видео против Путина. И зачем это делать? Это оказывает психологическое давление на блогеров, чтобы они просто не хотели снимать видео против Путина, потому что, когда ты, допустим, делаешь видео, и ты видишь поддержку, да, ты хочешь еще и еще больше снимать. Если ты видишь негатив в свой адрес, оскорбление, да, то есть порицание, ты как бы, у тебя желание снимать пропадает. И это знают спецслужбы, это знают власти, они специально натравливают ботов для того, чтобы оказать психологическое давление на блогера, чтобы он перестал снимать видеоролики против властей. В Украине это делается, но не так круто. Так вот, в России, когда закончились выборы, то почему-то сразу эти дизлайки пропали, боты пропали, то есть это стало неинтересно. Потому что выборы Путин выиграл, зачем, в принципе, больше преследовать блогеров? Говори все, что хочешь до следующих выборов, и на выборах это все опять начнется. По Украине я вижу, что, в принципе, вот эта истерия за политика, там, за Ющенко, там, как за Порошенко, за Зеленского, она длится примерно год-два. Через два года истерия пропадает, начинает более трезвый взгляд, тогда уже ты начинаешь говорить, и тебя начинают слышать. Первое время после выборов, когда была массовая пропаганда, люди еще, знаете, пребывают в этом помешательстве, да, вот их, ну, в трансе, да, там, зомбировано. Потому говорить что-то им правду какую-то бессмысленно. Ну, я надеюсь, что как-то вот уже с годами, сколько лет уже прошло, я свою аудиторию натренировываю, да, для того, чтобы они пытались воспринимать информацию адекватно, трезво и воспринимать критику. Потому что, если вы хотите слушать только хвалебные оды или сказки про Зеленского, что это жертва обстоятельств, ну, я могу вам делать такие ролики. Ну, хотите ли вы, чтобы я просто снимал для вас веселые истории. Также забавно то, что мои ролики против Зеленского парохоботы начали раскидывать по своим группам. И многие говорят, блин, ну, вот, да, Шапошников это козел, но поскольку он там делает материал против Зеленского, то он наш ситуативный союзник. Ну, я помню, как меня парохоботы поливали грязью все эти годы, как они записывали про меня видео оскорбительные, с клеветой, даже на телевидении выходили, там, на СТВ против меня парохоботские расследования. Тогда вам, конечно, было классно меня поливать грязью, когда я воевал с Порошенко, теперь вдруг я стал ситуативным союзником. Ну, это просто смешно. То же самое будет сейчас, когда сторонники Зеленского будут воспринимать меня как парохоботы Порошенко, во времена Порошенко меня своим врагом. А потом, когда Зеленский утратит власть, я снова начну уже, да, да, там уже какой президент очередной будет бороться, то Зеленоботы будут говорить, что вот теперь Шапошников стал нашим ситуативным союзником. Видите, у вас нет запроса на правду, у вас есть ситуативный союзник, если человек говорит что-то хорошее за вашей политикой, что-то плохое против вашего оппонента, тогда это ваш союзник. Если человек говорит правду, он ваш враг, потому что никто не хочет слушать правду. Вот так вот я время от времени то агент Порошенко, то агент Кремля, то агент Коломойского, то агент Януковича, то снова там агент Кремля, потом Госдепа, США, агент всех возможных, чего можно быть только агентом. Но тяжело быть блогером, который просто говорит правду, не собирает вокруг себя сторонники какой-то политической силы определенной, а просто пытается рассказывать то, что он видит, как есть на самом деле.